Дмитрий Нестеров В минуте третьего периода наши ребята выигрывали с разгромным счетом 6-1. Хит-трик оформил Евгений Кузнецов. Но, видно, рано поверили в успех, за что едва не поплатились. В течение пяти минут кленовые листья забросили четыре шайбы, сократив отставание до минимума. И все же мы в финале. 6-5. Россия. После непродолжительных новогодних каникул возобновились игры регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Хантамансийская «Югра» принимала двукратного обладателя Кубка Кокарина «Казанский Акбарс». Первый матч в новом году получился невероятно зрелищным. И победы в нем, к радости многочисленных болельщиков на арене в Хантамансийске, добились хозяева. «Югра» открыла счет уже на четвертой минуте. Это блеснуло индивидуальными действиями «Симаков». Правда, лидировали хозяева недолго. Минута с небольшим, и после броска Кирилла Петрова все пришлось начинать заново. Югорчане снова вышли вперед. И снова гости отыгрались. Хоккейные качели продолжались вплоть до финальной сирены. Свой последний виток они совершили в пользу хозяев стараниями Игоря Емилеева. Именно на счету этого нападающего две шайбы. В том числе и победные. В 5-4 «Югра» впервые за все время выступления в КХЛ обыграла «Акбарс» дома. В третий раз в сезоне встречались между собой «Лев» и «Спартак». И все три игры завершились победой гостей с одинаковым счетом 3-2. Драматично развивались события в третьем матче между «Левом» и «Спартаком». «Красно-белые» вынуждены были расстаться со своими лидерами, но к удивлению специалистов и, похоже, даже преданных болельщиков к исходу второго периода, впереди были именно гости, которые дважды зажигали красный свет за воротами Томаша Дубы. В третьей 20-ти минутке хозяева смогли отыграться, и победитель встречи определялся в серии буллитов, где удача все-таки улыбнулась «Спартаку». Причем не только Штефану Ружичке и Александру Янкову, реализовавшими свои попытки, но и вратарю Ивану Косутину, который лишь чудом остановил шайбу после броска Юрая Микуша. 3-2 «Спартак» с хорошим настроением отправляется в Ригу. Еще один матч, о котором мы хотим вам рассказать, состоялся в Череповце. Там «Северсталь» принимала аутсайдера западной конференции «Витязь». Положение гостей незавидно. Поражений больше, чем побед аж в два с половиной раза. Забегая вперед, скажем, что уступили подопечные Андрея Назарова и в этот раз. Хотя навязали борьбу череповчанам и даже сравняли счет после того, как столевары вышли вперед. После этого последовала голевая засуха, длившаяся более 40 минут. Хозяев прорвало в последние 10 минут третьего периода. Они забросили три безответные шайбы и добились заслуженной третий подряд победы. 4-1 «Северсталь». Переживали за эту игру «Витязь» для нас в этом году. И вообще довольно-таки неудобный соперник. Согласен, что игра такая была, не могу сказать, что такая уж очень быстрая, яростная. Но дело в том, что я благодарен ребятам, что в этой игре мы все-таки дотерпели. Дотерпели, вытерпели и забили, может быть, согласен, где-то на ошибках таких забили голы, с чем я ребят поздравил. Результаты прошедших матчей изменений в турнирной таблице конференции не внесли. На Западе идет упорная борьба за восьмую путевку в плей-офф между командами дивизиона Бобровой. Если рижские динамовцы могут чувствовать себя относительно спокойно, то столичным армейцам предстоит приложить немало усилий, чтобы удержаться в заветной восьмерке. С первой и третьей позициями, скорее всего, все ясно. А вот кто займет вторую, пока неизвестно. На Востоке также главный вопрос заключается в том, кто в итоге войдет в кубковую восьмерку. Благодаря домашней победе над Акбарсом, Югра увеличила отрыв от прямого конкурента по дивизиону Тарасова, Нижнекамского, Невтехимика до 10 очков. Челябинский трактор своих позиций не сдаст никому, а вот на второе место претендуют сразу четыре представителя дивизиона Чернышева. Слават Юлаев, Амур, Авангард и Барынс. А шансы примерно равны. Сегодня в игровом календаре континентальной хоккейной лиги значатся два матча, и оба покажут наш телеканал. В 13.55 по московскому времени начнется прямая трансляция из Новокузнецка. Металлург принимает Минское Динамо. А сразу по ее окончании вы сможете подблюдать за тем, как развивались события в Новосибирске, где Сибирь сыграет с ЦСКА. Тем временем определены лауреаты 14-й игровой недели. Лучшим нападающим вновь стал Александр Радулов. Форвард уфимского Славата Юлаева в двух матчах дважды отличился сам и четыре раза ассистировал партнером. Показатель полезности Александра плюс два. Лучшим вратарем признан Ари Аханя. Галкипер Магнитогорского Металлурга провел два матча, в одном из которых отстоял на ноль, отразив общей сложности 96,2% бросков. Лучшим защитником назван Никита Щитов. Игрок обороны Нижнекамского нефтехимика в двух встречах забросил одну шайбу и сделал голевую передачу при показателе полезности плюс два. И, наконец, Сергей Емелин признан лучшим новичком недели. И в завершение вновь возвращаемся к молодежному чемпионату мира. В решающем матче встретятся сборные Швеции и России. Скандинавы обыграли по булитам Финна в 3-2, а россияне взяли верх над канадцами со счетом 6-5. На этом наш выпуск завершен. Хорошего настроения и приятного отдыха. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин